У нас будет прямое включение. На прямой связи со студией находится Виктория Середа. Вика, привет! С праздником тебя мы поздравляем! И передаем тебе слово. Добрый день, Мария! Добрый день, Влад! Здравствуйте, уважаемые зрители своего ТВ! Мы продолжаем наш праздничный марафон, и мы сейчас находимся в самом центре Ставрополя, на Крепостной горе. Здесь начиналась история города, здесь происходят самые значимые события в его истории. Здесь сегодня праздник, и мы сейчас находимся буквально в уникальном месте. Это так называемый Шевский дом. Во время благоустройства города этим летом были обнаружены его фрагменты. Это 18 век, и здесь сегодня начинается и исторический маршрут города. И подробнее об этом месте нам расскажет научный сотрудник музея-заповедника Валерий Викторович. Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте! Ну, для начала, может, поздравите жителей края с праздником? Погода сегодня способствует такому легкому, веселому настроению. Радуйтесь гулять и приходите в музей, кстати, наш. Сегодня день открытых дверей. С праздником еще раз! Валерий Викторович, ну вот, я знаю, что буквально на днях в музее открылась выставка под названием «Крепостная гора. Историческая колыбель Ставрополя». И непосредственно эта выставка взаимосвязана с этим шефским домом. Здесь были найдены уникальные вещи, колбы, монеты. Вот сейчас это все оформлено в экспозицию. Когда жители Ставрополя, города могут прийти, посмотреть, что это за предметы и как долго продлится эта выставка? Ну, выставка была открыта несколько дней назад. Прямо сейчас можете отправляться в музей и посмотреть эту выставку. Там представлена и история крепости, и, собственно, история всего города, потому что город начинался с крепости. До этого раскопки производились, тоже эти вещи выставлены. В общем, довольно интересная выставка, замечательная получилась. Может быть, мы прогуляемся, чуть-чуть пройдемся, чтобы показать жителям, что это за такие фрагменты. Потому что не все горожане знают, некоторые даже говорят, а где этот шефский дом, собственно, располагается. Не могут найти место. Но вот теперь здесь есть указатель, какой ориентир и что это? Это фундамент или что это? Это фундамент шефского дома, одного из четырех каменных строений, первых каменных строений крепости, которые были построены в начале 19 века, в 1809-11 годах. И вот в числе этих четырех зданий находился, был и шефский дом. Почему шефский? У каждого полка, была такая традиция в русской армии, был свой шеф в чине генерала. Ну, своего рода куратор, опекун, в общем, почетный представитель этого полка. Полагалось для него иметь дом в расположении полка. В частности, вот в Ставрополе был построен этот шефский дом. Здесь же жил и командир полка в чине полковника. Летом, в конце июня, при раскопках были обнаружены фрагменты каменной кладки. Отдать надо должное нашему директору Николаю Анатольевичу Аханько, который тут же забил тревогу. Раскопки приостановились, рушились немножко планы благоустройства этой территории. Тем не менее, он стоял на своем. Раскопали весь фундамент. Он чуточку больше, чем сейчас видная часть, вот до тех деревьев примерно. Ну, из-за деревьев решили законсервировать. И решили выставить на всеобщее обозрение остатки вот этого каменного строения в крепости, которых было немного. Больше в крепости, ну, очень мало сохранилось вот таких вот строений с тех времен, поэтому, ну, это довольно важный фрагмент. И раскопки шефского дома, его консервация дали толчок следующему направлению. Мемориализировать всю крепостную гору, то есть установить памятные знаки наподобие вот такого, как мы видим, на наиболее значимых объектах крепости. Это двое ворот у нас, центральные, восточные. Пороховой погреб, артиллерийский цейсгаус, кордегардия, полковая церковь. Ну, в общем, таких объектов около 20. Первый, не считая стены оборонительной казармы, которую все прекрасно горожане знают, это вот... Это вот шефский дом. Да. Скажите, вот правда, действительно, когда откопали, обнаружили, прямо здесь в основании были и вот эти монеты, и что это вот за монеты, как раз-таки, говорят? В основании не дошли, наверное, до основания, там, где обычно закладной камень устанавливается и кладется монетка в числе других предметов. Но на территории находили монеты разных времен, от 1700 конца XVIII века и до современных. Фрагменты посуды, бутылок старых, различных тарелок, ну, в общем, посуды. Очень много было найдено стеклянной посуды медицинского предназначения. Как мы считаем, как в 100-летней давности, так и современных. Вероятно, здесь, поскольку был интендантский склад, вероятно, находились и склады медикаментов. Печать свинцовая, поскольку интендантство, пломбировали двери и так далее, и так далее, и так далее. Различные металлические предметы, утвари, в частности, чепель для внимания сковороды из печи, стремена, элементы конской сбруи, ну, и более современные находки. Кстати, о современных находках. Так вот, на границе улицы, видите, там колодец сохранился, была найдена крышка колодца чугунная, завода Шмидта. В общем-то, это довольно уникальная вещь, такой, ну, я не припомню, что... Это красный металлист когда-то потом, да? Когда-то это были два завода, Руднева и был завод Шмидта. Они объединились в 1902 году, и уже во времена советской власти завод стал называться красным металлистом. Так что, вот эта вот крышка колодца, она, кстати, на нашей выставке представлена до объединения, то есть, довольно редко уникальная вещь, до 1902 года датируется. Очень интересно, Валерий Викторович. Я думаю, что теперь наши зрители точно захотят отправиться на выставку. Валерий Викторович, спасибо за увлекательный рассказ. Спасибо вам, что обратили внимание на достояние нашего города. Спасибо. Мы продолжаем наш эфир. И вот, к слову, сейчас я вот так перебегу к знаку, который появился теперь. То есть, Шевский дом найти просто. Нужно просто найти вот такой знак. Здесь вся информация о нем. Здесь есть специальный QR-код, благодаря которому с помощью мобильного можно узнать больше об этом объекте. И таких объектов, к слову, в городе будет достаточно много. И таких табличек, благодаря которым узнать об истории города самую разную информацию, можно будет просто прогуливаясь. И вот просто прогуливаясь, и то, что сегодня открывается исторический маршрут Ставрополя, подробнее нам о нем расскажет сотрудник администрации Ирина Викторовна. Здравствуйте, Ирина Викторовна. Здравствуйте. Ну вот, скажите, сегодня действительно уникальный день. Сегодня открывается исторический маршрут. Я знаю, что горожане давно этого ждали, хотели, писали обращения. Вот что это за маршрут, что это за таблички, кто помог осуществить вот эту задумку? Ну, в первую очередь, хотелось бы поздравить жителей нашего края, нашего города. С днем рождения. Это великолепный праздник. Мы надеемся, что жители насладятся праздничными мероприятиями и желаем нашему городу и краю процветания. Ну, а одним из подарков таким стал исторический маршрут наш. Всего сейчас, на данный момент установлено 8 знаков, включая вот как раз-таки два стенда Шевского дома и включая главный информационный стенд, который располагается вот недалеко от фонтана, на котором как раз-таки представлена вся схема маршрута. Всего маршрут будет насчитывать 17 точек. Я понимаю, что вот абсолютно просто имея под рукой мобильный телефон или обычный горожанин просто, который умеет читать, может подойти и здесь достаточно подробно узнать всю информацию? Да, абсолютно информацию. Как можно и прочитать про нее, так и с помощью мобильного телефона воспользоваться QR-кодом и прочитать более подробную информацию по каждому из знаков. Скажите, а вот город планируют, возможно, тоже совместно с музеем проводить вот в праздники такие совместные экскурсии, больше рассказывать? Конечно, вообще идейным вдохновителем стал директор Ставропольского нашего краеведческого музея Николай Анатольевич Аханько. И при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова и главы города Ставрополя Андрея Хасановича Джадоева реализация этого маршрута стала возможной. И мы, конечно же, хотели сделать не просто благоустроенную часть нашего города, но еще и культурно-познавательную, чтобы каждый горожанин мог подойти, увидеть и узнать историю своего города Ставрополя. Ирина Викторовна, спасибо большое. Вот, правда, вдохновилась сама сегодня после эфира пройтись, прогуляться, почитать подробнее информацию, узнать больше о достопримечательностях родного города. Я всем вам, дорогие друзья, предлагаю, если вы сегодня не определились, как провести время, или хотите узнать в день рождения любимого города о нем больше, то, пожалуйста, приглашаю в экскурсию, возможно, где-то встретимся. И я еще раз всех поздравляю с днем Ставропольского края, с днем города Ставрополя. Ура! Передаю слово своим любимым коллегам в студию, Мария, Влад.